Выбирали Миссуис в первую очередь по уровню мастерства. Претендентки выдержали множество испытаний. Прошли тестирование на знании нормативно-правовой базы, показали себя в стрельбе, физической подготовке и плавании. Оценивали их строгие, но справедливые члены жюри. У каждого свое мнение, но тем не менее, чтобы было объективное мнение, у нас состав жюри более 8 человек, 9 человек состав жюри. Каждый оценивает по этапам конкурса. При этом участницы не только профессионалы своего дела, но и социально активные личности, заботливые мамы. Например, Ксения Мансурова стала победителем конкурса «Мама года-2023» в Барышском районе. Она в областном этапе выиграла в номинации «В начале пути». Параллельно она пробовала свои силы в Миссуис. В конкурсе участвую впервые. Это, естественно, волнение, тревога, но и в другом же стиле – это проявить себя, проявить себя с другой стороны более творчески. Финал регионального конкурса прошел во Дворце творчества детей и молодежи. Участницы показали свои видеопрезентации, читали стихи, пели и танцевали. Тематика творческих номеров была патриотической, связанной с культурой народов по Волжье и Малой Родиной. Завершился конкурс с дефиле в ярких вечерних платьях и небольшой концертной программой. По итогам конкурса в 2023 году Миссуис Ульяновской области стала Кристина Радаева, старший инженер производственной группы Центра трудовой адаптации осужденных ИК-4 Увсена России по Ульяновской области. Также на конкурсе талантов мы представляли «Любовь к своему родному краю». У меня это был русский народный танец, а подводку к этому танцу я написала стих, который сочинила сама про Ульяновск. Естественно, было волнительно, но я думаю, что каждая девочка хотела победы, верила в себя. Кристина Радаева представит Ульяновскую область на федеральном этапе, который пройдет в Москве. Всероссийский конкурс Миссуис проводится в этом году в седьмой раз. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Управда ТВ.